В Бердске отметили День военно-морского флота. В минувшее воскресенье состоялся торжественный митинг у памятного камня берчанам-морякам. А накануне профессионального праздника в городском музее открылась выставка, посвященная подвигу берчанина Николая Шмакова, который погиб на атомной подводной лодке. Мини-выставка о море, любви и вечности открылась по инициативе общественной организации «Экипаж». Она рассказывает о жизни и подвиге берчанина Николая Шмакова. Эта великая история началась с мечты. У Николая Васильевича она была о море. В 1962 году два друга берчанина Николай Шмаков и Василий Гришин, успевшие начать свою трудовую биографию на Бердском электромеханическом заводе, поступают в Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени Степана Осиповича Макарова. Постигать морские науки будущим штурманам пришлось 6 лет. В 1968 году Николай Васильевич окончил училище и как отличник имел право выбирать службу на любом флоте. Он выбрал Северный флот и был зачислен в экипаж атомной подводной лодки К-8 первым штурманом. Подлодку направили в район Северной Атлантики для участия в крупнейших за всю историю Советского военно-морского флота учениях. Вечером 8 апреля 1970 года в центральном посту лодки возник пожар. Ценой собственной жизни экипаж предотвратил возможность теплового взрыва. Они успели заглушить ядерные реакторы. Лодку смогли поднять, моряки до последнего боролись за ее спасение. Но 12 апреля судно затонуло вместе с членами экипажа, среди которых был Николай Васильевич. Его дочь приняла участие в открытии выставки. Конечно, я очень благодарна своим родителям. Я считаю, что такие пары, которые живут по максимуму, такие идеальные пары, дают подрастающему поколению такой хороший вектор в жизни, вектор направления, развития. Поэтому, конечно, я благодарна своим родителям, отцу за его романтику, Этот подвиг навсегда вписан в историю военно-морского флота нашей страны. Не забывает морское братство о всех, кто посвятил свою жизнь служению отчизне. В день военно-морского флота горожане собрались у памятного камня берчанам морякам, павшим и живым. Сегодня в Бердске насчитывается около двух с половиной тысяч людей, которые в разные годы охраняли морские границы страны. Во всех частях и подразделениях военно-морского флота и Северный флот, Тихоокеанский флот, безусловно, большая часть, Каспийская флотилия, Черноморский флот, Балтика, безусловно, и береговые подразделения по всем флотам. Так что везде, везде наши моряки берчане присутствуют. Тамара Веденева три года служила на Тихоокеанском флоте механиком антеннно-мачтовых устройств. Вместе с остальными напарницами давала связь на корабли и подводные лодки. Я очень часто, я, мы, женщины, обслуживали адмирала Пантелеева, большой противолодочный корабль. Потом у нас еще был центр удар, но если вдруг у них что-то там, у них меньше передатчиков было гораздо, они нас просили помочь этому маршалу Шапошникову, то есть мы еще и туда. А вот когда подводные лодки выходили в море, вот тогда было самое жаркое, там просто сутки на износ. В торжественном митинге приняли участие моряки, служившие на флотах Советского Союза и России, матросы, сержанты, старшины, прапорщики, мичмены, офицеры, ветераны вооруженных сил. За верность воинскому долгу и сохранение традиции поблагодарили всех членов воинского братства. Сегодня тот самый знаменательный день, когда мы вспоминаем те славные традиции, заложенные еще более ста лет назад моряками Российской империи в русско-японской войне. Сегодня мы вспоминаем подвиги и героев, офицеров и матросов военно-морского флота Советского Союза в Великой Отечественной войне. Друзья, всех с праздником! Желаю всем здоровья, мирного неба над головой, полных парусов и 7 футов под килем. Военные моряки и гости праздника в завершении митинга возложили цветы в память о павших сослуживцах.